Россия-Бразилия 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 В 20-й поменяли ход игры, начали выдвигать потихонечку вратаря. И нам надо было максимально плотно с ними играть, чтобы не давать возможности разыгрывать мячи, как они любят, против Сомали, против Босницы. Спасибо огромное, Эльнар. Ну и удачи в дальнейших матчах сборной. Ну и по традиции, краткий комментарий тренера сборной России Дениса Лопатьева. Прошу. Команда выполнила полностью установку на игру. Удалось забить, не давали Бразилии ничего сделать. Второй тайм чуть-чуть перестраховывались, играли по счету, чуть играли по длине, чтобы исключить ошибки в обороне. Ну в общем-то, в принципе, игрой довольны, результатом соответственно тоже. Но показалось, что в первую минуту немножко нервничал наш голкипер Денис Коршиков. Как его удалось успокоить? Ну, можно так сказать, что пару слов успокаивающих Славка произнесла в его адрес. И, в принципе, он пришел в норму. Ничего страшного, он опытный парень. Далеко не с первого повтора удалось разобраться, кто же все-таки забил второй мяч у нашей команды. А как это было видно с поля? Ну, половину увидели, что забил Сверидов, половину увидели, что забил Вашурин. Честно говоря, я не знаю сам. Уж с моим зрением точно не лучше всех на лавке был. Поэтому повтор посмотрим, увидим. Там суматоха была определенная, поэтому трудно сейчас сказать. Ну и расскажи немножко нашим болельщикам об атмосфере, которая окружала этот поединок. Атмосфера просто прекрасная. Целая трибуна была наших болельщиков. Люди приезжали из других отелей, болели. Из посольства России в Тунисе приехала делегация. Поэтому все здорово, все поздравляют, все весело. То есть играть в такой атмосфере просто великолепно. Спасибо огромное, Денис. И удачи нашей команде в следующих матчах.